Добрый ранок, почти 5 утра. Поехали! Не можем избавиться от стресса или силы в той поездке. Три пересадки, друзья. Так и есть. Не там еще. Друзья, Варшава. Если 5 минут, то я бы не встил. Я немного времени надеюсь, что он тут появится. Друзья, встретил в этой поездке один из Украины. Очень приятно, поспілкувался. Едет в Киев. В Киев, а потом в Кривой Рог. А потом в Польшу. А потом, да, в Польшу собирают. Да, вот так война наших людей собирают из Украины. Салон красоты будем открывать в Польшу. Да, так что обратитесь. Кому нужно в салон красоты в Польшу, я дам ссылочку. Так, второе пересадки. Блин, опять не туда. Да, так. Так, Birбитaud. Сейчас, я крутил. Очень аккуратно. Может, он встал. 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 Я не могу, я. Встал. Встал. друзья всем привет так друзья хочу вам показать skoda 1 и 4 бензин юра купе в нем матч и 280 до 282 но я купил ясти 72 278 юрик вы в нем и чине кому цикаваться машина ну то бы выпросить там еще вин кажешь у мужчины заучите себе на так как все от развалився коляр здорово я просто вывозьте эти качественный материал взрыва на век хайна за машину слитковала любина могут на данное расстояние до 10 11 тот модельный ряд 10 один вроде модельный ряд уже типа 11 пошли поэтому он и дымит юра и так задымит я выхлопну трубу беру так пальцем там сажем просто сажа чорная я говорю а ну газ нет я просто не думаю что не будет результат я как дав я и мазда ушла там сториз хороший получился да сториза бомба да у меня батарейка на камеру села я на телефон заснул треба говорити по-українскому переходи на украинскому так я ты знаешь мій батько когда пришел на пенсию да переехал не питал не казал я ему ничего не сказал он просто почал разговаривать украинский вот среди украинцев да среди украинцев да и поляки не любят очень сильно чтобы говорили по-российски ну я взагал я тебе хочу сказать после этого я когда бас чую русскую мову да мне трошки щеки так знаешь ну наш не наш уже так начинает да так там ну все равно рады отличается типа российская украинская россиянская она она даже жесткая но типа я кому-то там бачу белоруса тут и в основном же что не украинская не горят но скоро завод это не суть то типа одразу чути акцент одразу а я круто что ты вмешся зазмолят и разумеешь по сути там же две мовы как минимум разумеешь французская российская польская зона за чем на демо ухани мой звон олёй заняты и заняты и завтра завтра звонить завтра наберешь нет кейс у нас мужская компания не понимал выборщ у нас без девчат шо ты чуешь ты некий мама ты з мамой додому потому что мы едем зараза варшаву забирать добрать а потом за тобой заедем а ладно ладно ты приедешь в автобусе гондо нас и все ну то все зайта сиди дома с мамой чути маму кидаш и не поняты фигела она там приехала ты не бачила маму ский час в не на цели спределала она хочет быть дома с тобой с доти и любви мне вот такая ты . оце дочка это мама мама знание я бы снес если честно мрачная она уже не вписывается юра меня поселил как бомжа в хостел я тебе лакшери отель снял за 10 евро в варшаве ребята сколько среди еще две минуты надо подождать и пошли открытия рассказать из 2 минуты будут работать прошло 30 секунд господи что за квесты 204 . чистенько аккуратненько это называется хостел с этими входами в номера блин ты не пишешь и германии что пришло в полчаса заходи нужно не там давай я снимаю с камера мотор по и фу против против всё премьер 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 фарс премьер м а как у меня есть ребенок, у которых у меня есть 10 лет. Таким образом, у меня все один год, для меня есть 2 месяца, я живу там. У меня есть фамилия, фамилия французская. Это круто, это круто! Да, это круто! Я люблю французский, это мой любимый французский. Это первое французское, а потом второе французское. Я живу здесь, а потом второе французское. Я живу здесь, и я живу здесь. Я живу здесь. Это три года, я здесь. Когда вы живете здесь? Я живу здесь, в центре Польши. И три года, в ассоциации. Я живу здесь. Да. И обычно, вы, в французском, где вы живете? Прежде Нанте. Прежде чем? Это где? Это на острове. На острове. В французском, это очень маленькая городка, да? Но большая городка, как Париж... Париж, это не Французский. Париж, это другой страны. Да, это правда. Да, это не так. Я живу здесь, это очень круто. Я живу здесь, в Париж. Я живу здесь, в Париж. Сейчас я смотрю на номер. Магия. Магия. Это не работает. Это не работает. Это очень круто, в Париж. Да. Да. Какой? Из-за этого не удобно, если вы меня на авиан с рейнер. Нет людей. Мне кажется, что я не смотрю. Да. На этом не работает. Я даже не слушаю. Такому не былоrichtе. Да, это очень круто. Ну, собственно, как и... Ну, это русский рец! Да, русский рец. Да, русский рец. Ну, вот. Что такое такое? В cervи? У меня и в этом. Какой красивый, гарный французский язык Мы знаем, что это? Это сенсорно, это ливер А, дождь, два ключа? Да, говорит О, это было? Супер Сорвешь, сорвешь Ого Юра, не жирно для меня одного? А ты понимаешь, был бы я сейчас холостой, я бы уже выник себя Да? И что бы ты с ними делал? Эбэ, ой, не, выключи Недолик такого мешканья Четыре години, зашло пять особ И как начали бу-бу-бу-бу-бу-бу И я понял, ну хотя бы поспал четыре години Но это тоже много Перед поездкой Музыка Музыка Шанс уехать не туда был очень большой Музыка Продолжение следует... 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 Но сейчас... Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Машинку отдали Зараз столик нам из-за жены Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Добавил Подписуйся під кожім словом Я теж пробую І теж не вийде Так так вона система зроблена Що якшо ти не даєш Вона тебе вз'єдає Або Ти нічого не може сказати Або як колейко Підеїхала до мене жіточка Каже 100 євро плучусь за очередь Я кажу Ви шоур konsente Поїти туди По відійти теж А вона така Ну добре Приїхала На там до двух машинів заїхала, А до речі Кто дурак? Кто дурак? Скажи, кто я? Сегодня приходит к мне человек и говорит, впустите меня, пожалуйста. Я говорю, слушай, я реально сутки отстоял, ну не сутки, может меньше, то я говорю, вы знаете, вы реально просто подъехали, майже пошли к вам. А он говорит, я вам на чай дам. Я говорю, извините, попросите кого-то другого. Я говорю, просто морально не могу. А он взял и передо мною за три машини въехал, и все. Я прийшел до него, говорю, знаешь, вы так сделали? А он говорит, у меня нога больная, подограда поспалилась, но у меня не ознайомлено. Також такая хвороба, я знаю, что это очень больно. Я говорю, добрый день, и все. Но если человек нормальный, можешь объяснить причину, а не так? Да, да, да. Не по-наглому, не просто так. Но именно я видел, что он очень прыгал и хочет, пишет. Ну, мы продолжим интервью. Мы вас интервьюем. Пару, пару... Подожди, я буду сказать совет по-украински. Совет по-украински, боже. Забудьте слово. Совет, да, действительно. Блин. Пару прокань, пара. Ты знаешь это слово? Дорада. А, да. Парада. Видите ж, ты украинец уже больше, чем я. Ну, так, это парада. Давай, за начало. Новый друг. Микола. Что? Пару парад щодо замовления машин. Если вам пишет клиент. Что вы хотите увидеть? Что вы видите? Что вы видите? Какой смс для вас в идеале? Добрый день. Это для меня очень важно, друзья. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Но мне 99% пишут украинскую мову. Мне это так приятно вообще. Да. Реально. Я раньше не спалил. Ну, вы знаете, я хочу... Я мало того... У меня это и есть чувство, что я хочу извиняться перед всем украинским народом, что я разговаривал российскую мову. Я не знаю, чего, но у меня такие чувства есть. Что я... Ну, мой отец говорит украинскую мать. Сын у меня говорит украинскую мать. Но я чего-то не знаю. Микола, в каком среднем ты живешь на этой мове? Ну, то так. То так. Но я всегда в магазинах сказал спасибо, пожалуйста. Мне не всегда отвечали по-украински, но я принципово всегда это делаю. Вот всегда. Но почему-то автоматически, когда человек разговаривает российскую, ты автоматически переходишь на мову. Ты ее знаешь. Я уже с французами начал разговаривать французскую, правда? Ну, это было тяжко, я сразу перехожу, но... Я понимаю, но ты перейшел на их мову. Да, да. Ты же не мог с ней разговаривать украинскую, например, да? Да. То есть, мова, на самом деле, тут, на самом деле, мает важную вещь. Больше важную вещь. Бо, ну, это так не должно быть. Украинцы должны разговаривать украинскую. Это правда. Но до меня это, мабуть, поздно дошло. Но, слава богу, действительно. У нас тут технические неполадки, пожалуйста. Ну, на початку добрый день, а потом только описать, что вы хотите. Або, если вы не знаете, что вы хотите, так и скажите. Я не знаю, что я хочу. Порадьте мне. Но я порады не даю. Ну, поэтому... Порады платные. Да, поэтому... Не платные. А, поэтому открываете YouTube, идете на базар, подходите до машины, сидите в нее, просите сделать тест-драйв, катаетесь, звоните мне. И скажите, я хочу вот эту машину. И все. И чтобы вы понимали, что вы хотите. Самое основное, ну, это с пониманием промежа. До 100 тысяч, або до 200 тысяч. Ну, как правило, люди хотят до 200. Есть такие, что до 100. Но надо понимать, что 100, 200, 300 это три разные цены. Абсолютно. И очень большая разница. Очень большая. Та, что 300, стоит на 2 тысячи меньше 700. Або 700. Або 700, как я видел. 700 стоит на... Ну, смотря на 200 тысяч. Да, да. А вообще, если честно, я, например, до сих пор не понимаю, какая машина мне подобается. Вот я на Юриной, что я в Шкоде покатался вчера. Фабии, вибачь. На Фабии. Низкого класса машина. И, блин, она мне не сподобалась. 1,4 бензинщик. Працует тихенько. Гидит. Вся такая крепкая. Ну... В первую очередь, надо понять, если ты выбираешь машину, какая машина тебе подходит под твои умовы, життя. Вот у меня был Opel на автомате на дизель. Мне нравилось. Тоже машина классная. Ты не хочешь переключать передачу. Але, блин... Любой автомат — это 8-9 расходов. А по месту — до 10 литров. Любой. Бензиновый. Неважно, какой. Он будет хавать такую... Такую количество топлива. И плюс. Если ты берешь дизель по месту, в тебе засирается экология. Как ни крути. Какая машина не была. Если, конечно, она не новая. Любая дизельная машина с пробегом — у ней уже экология вироблена на большую половину. А то и на 70-80-90%. То есть тебе либо надо делать незаконные действия, вырезать экологию, и ты будешь дальше продолжать ездить на дизель и не париться, либо тебе будет еще плюс повышенный расход, потому что будет каждые 1500 километров включаться сажевого фильтра. А это плюс солярка, это плюс взнос излишних моторов и силовых отрываний. То есть эта дверька мне не харить. Короче, таке. Поэтому я кривался тем, что мне нужно работать и много ездить по месту. Мне нужно мало литра, которая будет неприверливая. Плюс бензин, потому что бензин не зависит сильно от экологии. У него не засирается так сильно экология, как на дизель. Вот и все. Вывод — маленькая мало литра. Хочу, чтобы была чуть больше. Хочу, чтобы была дешево обслугована. Пожалуйста, виходит Шкода и Фабия. Ну либо Рено Клио, либо... Что там еще можно придумать в таком плане? Ну Шкода и Рено... Видчуття качества, правда? Да, да, да. Там каждая деталька... Он не дает видчуття просто? Нет, нет. Даже Меган 3 не дает то видчуття качества, как им дает Фабия. А Фабия — это ниже классная машина, чем этот Рено. Не этот, а этот. Вывод — это не вважай. Короче, все, хорошо, закруглимся. Пожелать своим подписчикам здоровья. Всего доброго. Слава Украине. Всего доброго. Всего доброго.